В гостях у нас Любовь Викторовна Иконникова, председатель комитета социального развития города Петрозаводска и заместитель главы города Петрозаводска. Здравствуйте, Любовь Викторовна, у нас первоклассники в этом году по некой другой системе пойдут, и скажите, пожалуйста, сколько вообще их будет, малышей-то этих, да? Они же, наверное, уже поголовно все сосчитаны у вас, и кто, и куда пойдет. Абсолютно верно, все сосчитаны, поскольку ведется учет будущих первоклассников, и в сентябре 2021 года школы города откроют 115 общеобразовательных классов и 10 классов, реализующих программы адаптированные. Мы ожидаем в сентябре 3300 первоклассников, это большая цифра, но она ежегодна, в общем-то, вот в этих пределах всего у нас школа города обучается 31 тысяча учеников. 3300, это получается 10% что ли от общего количества? Да, получается так, да, большая армия первоклассников, и для родителей будущих первоклассников в феврале месяце на базах общеобразовательных учреждений были открыты консультационные пункты, родители воспользовались такой возможностью получить консультации, и вот надо сказать, что более 50 горожан это были те, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения, и их интересовал вообще процесс поступления в образовательные учреждения, либо те родители, у которых дети не зарегистрированы на территории города. То есть из там района Прионежского, да, которые будут учиться в Петрозаводске? И даже те, кто проживают на территории города, но не имеют регистрации. Значит, вот в этом вопросе есть подвопрос, он такой, есть определенные школы Петрозаводска, которые у нас пользуются авторитетом, я думаю, даже общероссийским авторитетом. Наверное, так можно сказать. Да, конечно, у нас есть школы. Есть около пяти школ, которые родители между собой называют элитными школами. И родители особенно в эти школы стараются пустить своих детишек. И имеют ли право эти школы, например, организовать класс В, Г, Д, Е для того, чтобы получить большее количество учеников? А я так понимаю, каждый новый ученик, пришедший в школе, он и бюджету школы помогает в своем развитии. Есть такая логика? Наверное, начнем с того, что действительно среди той массы образовательных учреждений есть школы, которые стабильно входят в число лучших школ России. Пятиста там, по-моему, да? У нас есть и те образовательные учреждения, которые входят в сто лучших учреждений Российской Федерации. Но вот здесь нужно, наверное, обратить внимание родителей на тот момент, что они же поступают в начальную школу, где обучаются. Вот уровень начального общего образования, он в образовательных учреждениях города имеет достаточно хорошие, стабильные показатели в рамках реализации программ Федерального государственного образовательного стандарта. И, может быть, озадачиться о какой-то профильности родителям стоит, окончив начальную школу, либо при завершении уровня начального общего образования перейти на уровень основного общего образования в предпрофильные классы, либо уже действительно осознанно подойти к выбору профиля на уровне среднего общего образования. Ну, то есть, как я услышал вас сейчас, это то, что сначала выберите пошаговую школу, которая находится для ребёнка так, чтобы он мог, не садясь на какой-то транспорт, не переходя там светофоры, а вот так, чтобы он мог дойти в школу поближе. А выбирайте профиль уже в следующем... Ну, осознанно подойти. Да, необходимо подойти. В начальной школе ребёнку должно быть, прежде всего, комфортно, и уровень начальной школы должен сформировать желание учиться, мотивацию на дальнейшее обучение. Вот это, наверное, самая главная задача и учителя, и родителя. И здесь не последнюю очередь играет разбудить его на полчаса раньше или позже. Абсолютно верно. И режим, конечно, очень важный режим. Но вопрос-то был такой. А имеют ли право школы увеличивать количество классов? Ну, вот здесь давайте мы всё-таки будем руководствоваться нормами законодательства. Образовательное учреждение может быть и заинтересовано бы в большем количестве. Но здесь нужно чётко всё-таки соблюдать нормы и требования САНПИН, где есть некие ограничения по набору учащихся в зависимости от мощности самого образовательного учреждения. Поэтому образовательное учреждение вправе отказать в приёме в школу при условии, что у него нет уже больше свободных мест. Спасибо.